Всех приветствую! В этом видео я буду разбирать бомбовый поединок за вакантный титул в полутяжелом весе, а именно бой между Иржи Прохаской и Алексом Перейрой. Они должны разделить октагон 12 ноября. Я начинаю разбор. Начну с Чеха. Иржи Прохаска обладает базой Муэтая. Он опасен, обладает страшной силой в ударах, а также он всегда старается идти за досрочной победой. Иржи быстро действует агрессивно и постоянно идет размениваться, а его ударная техника креативная. Он бьется расчетливо и хитро, а есть у Прохаски минусы, но заключается в том, что он много пропускает. По нему можно сильно попасть и даже нокаутировать. Чеха особо таки не борется, но от тикдауна способен хорошо защищаться. Перехожу к бразильцу. Алекс Перейра является опасным ударником, который отлично владеет навыками кикбоксинга и обладает большой силой в ударах. Он великолепно работает по этажам. У него есть мощный левый хук и опасное колено, но у Перейры есть минусы. Он мало передвигается и просто идет на соперника, а также у него присутствуют проблемы с борьбой. Ведь, когда он находится снизу, то мало чего может показать и остаток раунда он проводит под соперником, но зато он отлично защищается от переводов. Выбирать победителя в этой паре будет сложно, но если бы у Иржи не было такого огромного простоя и той ужасной травмы, то я бы с уверенностью мог выбрать его победу. Но пока неизвестно, как на него повлияет простоя и каким он вернется после стрельезной травмы. Самое интересное в этом бою это стойка, откуда будут лететь искры. Выбирать фаворита в этом аспекте будет сложно, ведь с одной стороны есть непредсказуемый агрессивный ударник в лице Иржи Прохаски, а с другой хладнокровный ударник в лице Алекса Перейры. Но я все же отдам в этом аспекте небольшое преимущество Прохаски, так как он более агрессивный ударник. И как показала Десанья, Перейру можно нокаутировать, поэтому у Прохаски может это получиться. Но и Перейра может оформить нокаут, ведь Прохаска слишком много пропускает и плохо держит удар, а Перейра может подловить ударом и потушить свет. На земле преимущество тоже будет за Иржи, ведь он на земле показывает лучше себя, чем Алекса. Может победить с обмешенным. Выносливость у Иржи тоже лучше, ведь он в спектром раунде смог зацепить Гловера и продолжал сопротивляться, а Алекса себя не лучшим образом показал в бою с Блаховичем. А также на стороне Прохаски будет его молодость, Перейра уже старый, и я могу с уверенностью сказать, что бой завершится досрочно. И моим прогнозом на бой будет победа Иржи Прохаски нокаутом. А на этом у меня все, пишите ваше мнение про этот бой в комментариях. А я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и до новых видео.